Гитары, флейты, барабаны. Сегодня в магазине можно купить практически любой музыкальный инструмент. Однако герой нашего следующего сюжета Иван Назаров с детства любил не только музыку, но и мастерское дело. Собственными руками он сделал около семи сотен этнических инструментов. Затем, как рождалась музыка, наблюдала Анастасия Шерстнева. Эту свирель, как и другие музыкальные инструменты на этом столе, Иван создал сам. Друзья в шутку называют его левшой в честь героя из повести Лескова. Интерес к мастеровому делу возник еще в детстве. Иван решил попробовать сделать что-то своими руками. И уже через некоторое время в его квартире появились стеллажи, вешалки и стулья собственного производства. Однако любовь к музыке предрешила дальнейшую судьбу умельца. Он стал изготавливать музыкальные инструменты. Я, пожалуй, меломан. Я очень люблю разную музыку. В первую очередь это все же, наверное, какая-то народная музыка, музыка разных народов. Фолк, этно. Барганы, гусли, жалейки, фрейты – все под силу молодому мастеру. Главное – найти материал, а с этим возникают проблемы. Если черемуху, клену, березу несложно раздобыть в нашем регионе, то за некоторым нетипичным сырьем нужно ехать в столицу, либо же искать другие выходы. К примеру, эта фрейта сделана из паркетной доски. Иван говорит, что материал инструмента влияет на его звук. Например, этот рожок из бресты. Он поет мягко и мелодично. Возможно, именно такой использовали наши предки. А этот инструмент – из коровьего рога. Он еще не готов, но мастер утверждает, что он будет более громким и трубным, что характерно для южных широт. Для художника важно, чтобы его работа была качественной. А кто еще сможет оценить ее, если не собрать и музыканты, и простые слушатели? И вот в очередной раз Иван со своими друзьями выходит на улицы города, чтобы опробировать инструменты и закружить зрителей в водовороте ритмов. Крошка Мэри Энджел приехала к нам из Америки в гости к бабушке. На ее родине подобные импровизированные концерты – не редкость, поэтому ноги сами несутся в пляс. Ничего удивительного замечает Иван, ведь этническая музыка не имеет расовых и возрастных границ. Не случайно ее называют музыкой мира. Под ритм двигаются не только дети, но и взрослые. А есть и такие, кто просто останавливается, на минуту забывает о своих делах и растворяется в музыке. Шумный дух мой решили так назвать свою группу, имея такое желание разбудить город наш немножко. У нас город спит. И пытаемся это донести до людей, до наших кировчан, в данном случае, вот частичку нашей души, что, как, чем мы живем, о чем думаем. Пытаясь донести частичку своей души, они учат. Учат не спешить жить, слушать свое сердце, видеть красоту вокруг, любить музыку. А начиналось все просто. Иван попробовал сделать что-то своими руками. Анастасия Шерстнеба, Александр Брызгалов, программа «Панорама». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова